И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это Outera Hunter World. Мы продолжаем с вами путешествовать в симуляторе планеты Земля. Всем тем, кто не смотрел предыдущие наши две серии, ссылочки будут в описании, чтобы вы поняли, что это за симулятор. Ну, а вкратце я могу сказать, что это, опять же, повторюсь, симулятор нашей планеты Земля. Здесь детально проработаны все места на нашей планете. В данный момент мы находимся с вами на Уральских горах. Попробуем в этой серии посетить некоторые места, где, возможно, многие из вас, так же, как и я, никогда не побывают, допустим, здесь. Уральские горы. Посмотри, насколько здесь великолепна природа. Так, горы заснеженные. А что можно сказать по этому месту? Уральские горы – это горная система на Урале, расположенная между Восточноевропейской и Западно-Сибирской равнинами, простирается примерно с севера на юг через западную часть России. Очень большой горный массив, и, по-моему, здесь самая высокая точка. Сейчас посмотрим. Так, вот он, этот горный массив, и самая высокая точка, по-моему, 1800 километров. На карте где-то я ее видел. Она здесь отображалась у меня только что. Но вот только я начинаю отдаляться. Да, конечно, в локации по месту нахождения каких-то достопримечательностей на планете Земля в локациях немножко все это сбивается, и GPS неправильно указывает. Ну ладно, примерно то, что я знаю, я покажу вам и рассмотрим всю природу. Как я говорю, всегда в двух сериях Outer-Unterworld я все время вспоминаю Space Engine. Представь данное великолепие на каких-нибудь планетах, да, с жизнью. Какую-нибудь удивительную терру. Да, симулятор, кстати, очень прожорливый, так что не смотри, если сейчас у меня начинает что-то мерцать, моргать. Это, блин, просто не выдерживает, видимо, видеокарты или проц. О, боже, нет, это невозможно. Ну что же, давайте попробуем, я не знаю, можно просто пролететь над этим лесным массивом. Возможно, где-то здесь, даже в этих местах, ни разу не ступала нога человека. И вот мы с вами такие первые добровольцы, смельчаки. Так, я не понимаю, почему в прошлый раз у меня симулятор работал нормально, стабильно. Какая-то маленькая речушка. Да, симулятор действительно просто бомбезный. Посмотри на воду. 3D-вода, да, это круто. Так, давайте... Я не знаю, не показывает мне симулятор, где самая высокая точка в Уральских горах, 1800 с чем-то метров. Может быть, возможно, даже вот эта самая высокая точка. Сопка на этой горе. Сейчас я немножко замедлю скорость. Вот что удивительно в данном симуляторе, это то, что каждый мельчайший камушек здесь виден. И это клёво. Я не знаю, настолько чётко работают спутники из космоса, что, в принципе, они могут различить даже маленькую песчинку на горе. Это круто. Так, замёрзшая река или... Да, по-моему, это замёрзшая какая-то река или тропинка. Это, по-моему, замёрзшая река. Здорово. Спускается куда-то ниже с гор. И я сейчас удивлюсь, если здесь потечёт вода. Да, вот, пожалуйста. Есть вода. То есть здесь температура всё-таки немножко плюсовая, нежели там. Ну, конечно, понятно, на такой высоте оно и неудивительно, в принципе. Согласись, это прекрасное великолепие природы. Уральские горы. Боже, я бы хотел бы даже пролететь на самолёте и посмотреть на всё это. Представляешь, какие-то одинокие озёра, реки, в горах. Это вообще невероятно просто. Ну, здесь высота достаточно большая, так как облака расположены даже очень низко, я бы сказал. Да, здорово. Опять лесной массив. Так, ну что же, давайте, наверное, попробуем поменять какую-нибудь другую локацию. И посмотрим ещё что-нибудь. А вот теперь мы с вами оказались на более жарком и засушливом континенте. Я бы даже выразился бы так. Так, добро пожаловать в пустыню Сахара. Да, крупнейшая жаркая пустыня и вторая после антарктической пустыни на земле по площади. Расположена на севере африканского континента. И, по-моему, вытянута примерно на 4800 километров. Сплошной песок. Так, здесь ничего нету. Температура очень жаркая. И если мне сейчас начнётся мерещиться оазис, это будет что-то с чем-то. Посмотри, кругом одни пески. Ничего более. То есть, конечно, да, мы сейчас можем спуститься на землю. Увидеть какую-то высушенную траву. Но это не ругайте. Это симулятор. Да. Хоть он и правдоподобный, но всегда где-то есть какие-то недостатки, есть какие-то нюансы и всё прочее. Какие-то небольшие холмы. Вообще, вроде бы как, когда-то давно, даже, по-моему, в меловом периоде, здесь был небольшой океан, вроде бы как, либо небольшое озеро. Я уже могу путать, так что не ругайте меня в комментариях. Ну, как я и говорю, здесь ты не увидишь ничего. Вот, и мы даже не увидим каких-то караванов, я не знаю, проходячих. Так, давайте попробуем посмотреть. Так, Африка, Египет. Попробуем, наверное, посетить. И увидеть, знаете что? Увидеть пирамиды Хеопса. Вот мне вот это достаточно очень интересно. Так, ну, по идее, я нашёл нужную локацию. Недалеко от Каира. Пирамиды Хеопса. Вообще, по идее, мы сейчас должны прямо быть над ней. Но, скажу так, что некоторые достопримечательности здесь не показываются. К сожалению, помните, да, как мы искали, по-моему, вывеску Голливуд в Лос-Анджелесе. Но мы её так и не нашли. По идее, вообще, вот где-то они здесь должны быть. Можно пролететь, конечно, над местностью. Мы увидим непонятные дома. Ну, согласись, в Египте нету таких домов, как мы их видим здесь. Вот прямая точка над пирамидами. Вот она здесь. Но где сами пирамиды? Я вижу дороги. Я вижу... Там, вон, какие-то тропики непонятные. Что это? Дороги. Я не вижу ничего. Даже дома сейчас вот не прорисовываются, к сожалению. Но по поводу, скажу, дорог, вот этого всего, да, транспортная линия, она вся настоящая. Вот с этим, конечно, уже не поспоришь. Так, ну что же, ладно. Что же, давайте тогда сменим место нашей локации. И можно, в принципе, наверное, знаете, что посетить. Давайте посетим Нью-Йорк. Почему бы нам не слетать в Нью-Йорк? Так. Нью-Йорк. Прямо, наверное, так. Вот это у нас получается статуя Свобода. Идет снег. Да, здорово. Погода статичная. Реально, работает прям... Ну, ура! Я не знаю, конечно, у нас плюс 20, а в Нью-Йорке сейчас идет снег. Как-то неправдоподобно, согласись. Ну что ж, ждем прогрузки. Уральские горы, наверное, самое замечательное, что я сегодня видел в этой серии. Вообще, вот он, Остров Свободы. Как я и говорю, скорее всего... Данная достопримечательность просто не прорисуется. Хотя я очень даже удивлюсь, если она сейчас появится. Ну, мы видим какие-то здания, еще что-то. Да, обидно. Вообще, по идее, статуя Свобода здесь. Так, ну что же. Ох, я даже аж прям чуть с компьютерного кресла не подорвался от страха. Ты слышал, как прогремел удар молнии? Я не понимаю, почему нету прорисовки городов? Бой симулятор что, сегодня отказывается работать? Ведь в прошлый раз он работал прекрасно. Блин, мы были над Лос-Анджелесом и видели все города. Ну, ладно, хорошо. Я теперь рад, что, по крайней мере... В Нью-Йорке, я так понимаю, это не снег, это своеобразный дождь. Так, Линкольн, Нью-Йорк. Тайм-Сквер. Ну, даже давай, если мы сейчас опустимся на Тайм-Сквер. Ну, где здание? Что не так? Так, локация. Меняем. Ого, нифига себе. Вот это был удар. Калифорния. Так, попробуем опуститься сейчас, короче, в Калифорнию, Лос-Анджелес. Ну, вот даже смотрим. Я буду поражен, если сейчас в Лос-Анджелесе будут дома и все прочее. А в Нью-Йорке нету. Ждем прогрузку. Может быть, сначала взлететь чуть повыше, а потом опуститься. Ну, я вижу горы. А вот он и огромный наш Лос-Анджелес. Я вижу аэропорт. Но опять нету зданий. Походу, мой симулятор просто решил сегодня отказаться работать. Да, два огромных аэропорта. Что не так с ним? Непонятно. Так, ладно, хорошо. Поменяем локацию. Наверное, тогда возьмем последнюю локацию на сегодня. И попробуем... Так, Австралия. Давайте в пустыне Австралии, что ли. Посмотрим там природу. Может быть, увидим кенгуру. Опускаемся прямо на поверхность. И чем быстрее, тем лучше. Так, мне кажется, я уже на поверхности. Пустыня. Наверное, какие-нибудь небольшие тропики. В Сиднее я не вижу смысла. Лететь там все равно. Мы ничего, никаких городов не увидим. Даже, по-моему, солнце сегодня светит как-то странно. Хотя, может... Хотя нет. Я вижу само солнце. Я вижу, вроде как, пустыню. Да, пески. Или что-то в этом роде. Ребят, вы хотели Антеруорлд. Вот он, пожалуйста. Но я не виноват, что он... Сегодня у меня немножко Решил отказаться работать. Как следует. Все, отлично. Мы в Австралии. Мы в ее... На ее равнинах, так скажем. Я вижу горы. Какая-то река. Озера. Что это? Так. Можно пролететь над рекой. О! Слушай, а я не помню. В этом симуляторе, по-моему, да. А тут можно тоже опускаться под воду. Здорово. Так. Пролетим, наверное, вдоль... Всей этой поверхности. Всей этой равнины. Может быть, увидим какие-нибудь горы, холмы. Что-нибудь в этом роде. Это какие-то разрозненные только... Озера. Реки. И высушенная поверхность. И не более. Ой-ой-ой. Как все шумит. Что это за озера реки? Я не знаю. Тем, кто был в Австралии, пишите в комментариях. А что за темное место? А что за темное место? Что за темное место? А вот, кстати, какая-то небольшая равнина с растительностью. Вот здесь, наверное, обитают... Какие-нибудь уже животные, я думаю. Правильно. В песках кому ходить? Да некому. Ну что же. Всем, кому понравилось данное наше путешествие в мире Outer-Underworld, пальчик вверх, подписочка на канал. Ну, все как полагается. Все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok